Три, мы в эфире. Господа, мы в соседнем секторе, сектор номер 7. Команда Бинго, которая сейчас не могла отпустить судья несчастных, не желали ему уйти, потому что судьи вроде как закончили свою работу. Тут, что называется, одна поклевка, вторая поклевка. Короче, в итоге судьи разнулись, но последнюю рыбу сказали, идите вы куда-нибудь, поставьте ее на пол. Так что последняя рыба, десятая, взвешена не была и пошла пока в мешок. Послушаем команду, впечатления, как, что, где сектор, рыба. Команда сидела с нулем первый день. Да, да. А тут меня вчера как удивили, приятно. А когда мы не удивляли, мы всегда удивляли. Да, да. Так что давайте, кажется, колитесь. Как? Капитал. Работаем, еще раз работаем. Ну, в принципе, это было запланировано, что в первый день будет мало рыбы, потому что в основном была кормежка. Работали руками. Кормили и ждали. Да. Не жаловались, просто знали, что делать. Будем, ну, знали, как бы, предполагали, что может быть так. Знали это сильно саму. Не, может, было бы еще рыба. Нас тут этот корабликом сильно перекрыл. Да, тут первый день у нас между секторами. Перекрыл он, добуя завозил, все. Вот это вам было, вот это место. Да, может быть, и это отсек это немножко. Не, потому что поднялись, вилды поднялись-то как в первый день. А мы вообще ноль. Проход шел оттуда. Ход ушел, и вода с правой стороны шла, и они все собирают. А сейчас она слева пошла? Нет, сейчас нет этого кораблика. То есть мы уже можем с ними конкурировать. Да, мы можем дальше, ближе. Когда она 250, он заводит, а конкурировать с ним тяжело. Ну, что там одна ли устроена? Две. Три. Или три даже завозил. Три завозил. С другой стороны, как бы. У него просто дело в том, что у нас был ноль, а у него каждые полчаса рыба. Это не реклама корабликом, но да, реально подловил. Это не наш метод. Очень не наш. Тем более у него был GPS, когда он сказал, поэтому он ставился сюда на точку. Он знал, куда завозил. В принципе, у нас... То, а так, мы как на площади тут. Туристы, весело, музыка, все. Да, машины, самолеты, я заметил. Рыбаки, тут у нас такое, это очень проходной этот самый сектор. Очень много народу проходит. Ночь освещено, хорошо. Да. Приятно. Ну, вообще, как бы, сектор сам по себе. Глубина, расстояние, зацепы. Зацепы, да. Вот с этой стороны вот мы даже вот... С лестницей стоим. Проблема. Залезли, с лестницей, залезли. Много рыбы упустили, очень много упустили из-за этого. Упустили? Из-за зацепов, да. Вчера порядка десяти точно. Сегодня штуки четыре точно ушли. Вот именно с того родпода идет нормально, а с этого это самое. Чем ближе к дамбе, тем больше зацепы. Плюс еще зенитчики крепко помогали вчера вечером. Ну да, тоже цепанули пару раз. Кидают поперек. Давай что-то, чем-то это. Таня, мы тебе передаем привет. Спасибо, что болеешь за нас. Я за всех. Надо о чем-то позитивном. Сначала турнир. Просматривай. Все хорошо, Андрей, все нормально. Если работать, то... Я что тут спрашиваю, а где-то папа за услуги? Условия, да. Шикарный пятизвездочный номер. Мы вообще-то рекламу дали из Рафишу, потому что датишники пришли. А как рыбу ловить, а как это? Здесь экскурсии такие были. Да, мы устали объяснять, потому что каждый второй заходит и спрашивает. Ты все время объясняешь, объясняешь. Иногда просто говоришь. Он стоит, ему интересно, он продолжает. Я говорю, извини, у меня нет времени с тобой тут. Надо работать. Да, спасибо, что объяснил. Ну, это самое, как бы... Ну, это как еврей, который прощается, но не уходит. Ну, да, да. Начало такое, говорит, что это за рыба? Карпион. А, как его ловить? И это с азов начинается этот подъем. Так что весело. Да, земля была и все. Да. Да, да, именно так, оттуда. Так что работаем, не унываем. Не, ну, как бы команда у нас сильная. Турнир длинный. Турнир длинный. Вся раз, ну, как бы, был я у Карасиков. Ведь спасибо товарищу Юкилису, компании, которая занималась разбивкой секторов. Вот. С подъемом, услышно, за километр. Ну, от нашей команды мы тоже участвовали. Поэтому мы тоже в тени. Ну, поэтому спасибо и вам тоже, всем, кто этим занимался. Потому что, как и все, что же было там это? Хорошие. Кликнулся еще тот, что получилось, как сказал Юкилис, что в хороших секторах попали молодые команды. Нет, попали молодые команды. И появилось уравнение. А, крупные команды попали в достаточно тяжелые условия. То есть, вот это намного более интересно. Когда хорошая команда попадает в шикарный сектор, Ну, да, это однозначно понятно. Да, можно знать, на кого ставить. А когда попадает сектор с зацепами, с всякими там туристами, вот тут уже побороться надо. Я вам скажу, это компенсация за то, что мы не садим вас в грядку. В грядке мы тоже могем? Я знаю. Могем. Ну, как бы, я говорю, те, кто жаловался именно на то, что мы не садим в грядку, что нету спортивности. Да, да, да. Я извиняюсь, конечно, но тут спортивность можно и по-другому достичь. Роман Натаныч, если вы хотите, мы же присоединяемся к Роману. Мы подвинемся. Запрыгиваем. Да, я вам кадр. Просто в этот раз получилось больше призовых секторов, чем минусовых. То есть, уравняли. Хорошо. Мне его видно замечательно. Рома попадает в кадр очень хорошо. Да. Рома, может, ты пару слов скажешь? О чем? Вообще, как бы, не прошелся твое мнение. Я еще не прошелся, это первый сектор. Я знаю все сектора, поэтому, как бы, я знаю. Он тоже участвовал в Узбеке. Что? Мое мнение в чем? Ну, вообще, как бы, как тебе вот сегодняшний турнир? Давай так скажем. Ну, во-первых, из того, что радует очень сильно в турнире, это что много новых команд. Это, на мой взгляд, положительный плюс Исрафишу, как бы, что участвуют, мне кажется, около 30, а то и 40% абсолютно новых команд, которые в прошлых годах вообще нигде не участвовали, ничего не делали. И вдруг они появились, создались, поучаствовали в кубке, сейчас участвуют в больших соревнованиях. В моем мнении, получились по секторам, если посмотреть, получились более или менее хорошие сектора, не могу сказать равнозначные. Нет, никогда равнозначных секторов нигде, и никто этого не сможет сделать. Может быть, может, есть пару озер в мире, которые могут сказать, что они равнозначные, все остальные равнозначные никогда не будут. Ну, и так получилось, мне так кажется, что без обид ко всем, но есть более сильные команды, есть более слабые команды, и более сильные команды не попали в сильные сектора. Вот, и получается ситуация, в которой это где-то, может быть, по таблице, если посмотреть, и она сегодня к вечеру, я думаю, будет более уравновешенная и более правильная, и уже скажет нам на Йом-Шишик плюс-минус какие результаты. Но это уравновесило все шансы, и получается, что более слабые команды сидят в сильных секторах, и они могут их как-то реализовать, может, как-то побороться. А более сильным командам приходится гораздо тяжелее бороться и работать в своих секторах, чтобы добиваться в них результата. На самом деле, если посчитать, я в нашей группе по секторам написал сектора, которые, на мой взгляд, будут вести в этом турнире. Я написал пять секторов, пока что эти сектора находятся первое, второе, третье, четвертое и пятое место. Так что поживем, увидим. Там есть небольшие шифтинги, но смотрите, это цимбари, вот здесь, где мы сидим, это будут мелкие сектора с большим количеством мелкой рыбы. У них крупняка практически не будет, но они будут, если будут работать, вот как вот эта команда методом перебора, то есть ловить все и отсеивать, то они будут подниматься весом просто количеством. Я думаю, что более крупная рыба нас будет ожидать на Амнуне. Только что Майя звонила, сказал, как я не понял, с Хукук она звонила. Вот, Амнун, Хукук будут более крупная рыба, 100%, и я думаю, что еще один сектор на Цейлоне, 17-й сектор, если я не ошибаюсь, крайне левый, этот сектор всегда славится тем, что около на третий день у него поднимается средний вес. Вот эти вот сектора, я думаю, что будут увеличиваться в размере рыбы, а все остальные останутся на таком же плюс-минус размере, просто, может быть, будут улучшены. Да, так и будет. Ну, похолодало стало, стало это. Приятно смотреть на сборы команд со стороны. Я должен сказать, что, на мой взгляд, у тренера сборной Израиля есть много очень работы, потому что количество мелких недочетов становится все больше и больше. Команды становятся более профессиональными, как им кажется, и идут вперед, и это правильно, это хорошо, и видно эту тенденцию очень сильно, как в оборудовании, так и в знаниях, в понимании, в тактике, что они делают, как они готовятся. Но очень часто попадаются на мелких нюансах, которые, в сущности, уже нельзя допускать в наше время, потому что этот карповый спорт очень сильно ушел вперед, очень сильно ушел вперед. Будем надеяться, что этот турнир даст сильный толчок сборной и вообще всему карповому движению в Израиле, и люди начнут более относиться с этим с пониманием и с ответственностью. Мария Роман, а давай скажем, что за поводу новых команд, которые появляются, удивительно, это не русские команды. Это, да, не русские команды. Я совсем недавно проводил семинар на севере по просьбе двух ребят, и на этом семинаре присутствовали, в сущности, не было ни одного русского. Да, то есть, вот кроме этих двух ребят, которые тоже русские назвать нельзя, они родились уже тут, как бы, они просто говорят немножко по-русски. Вот, но все уже были более или менее коренное население, что я считаю, что это очень прикольно, что это очень сильно говорит о том, что она знает, она слышит, и весь Истрофиш, все это движение вперед. Я могу сказать, что когда мы делили эти сектора, вот Серега здесь был, по-моему, тогда с нами, мы вот проехали вдоль вот этого берега, и в какой-то прогалине, если помнишь, мы там насчитали, по-моему, 42 или 43 палки на расстояние, по-моему, ну, я не знаю, там метров 200, наверное. И когда ты смотришь это, если сравнить это с 5 лет назад, с 10 лет назад, с 15 лет назад, и даже с 20 лет назад, то ты понимаешь, что, как бы, когда 20 лет назад ты приезжал на этот берег и мог найти одного шезанутого, 10 лет назад уже начинали появляться и ротподы, и всякое такое, то сегодня ты приезжаешь уже на берег, фоксы, делки, механики, кораблики, дроны, да все, что хочешь, да, то есть, как бы, вот, то есть, уже, как бы, есть уже все. Вот, я считаю, что это сильный рывок дал интернет, конечно, всему этому, но и, и я считаю, что Исрафиш имеет огромное к этому значение в Израиле, потому что именно, я думаю, что он толкает вот такими соревнованиями, такими мероприятиями людей вперед, и я надеюсь, что это будет только продолжаться, и мы увидим еще новая команда, еще новые лица, и таким образом все это движение будет идти вверх и вперед. Может, даже появится какая-то возможность проводить, например, два больших турнира, а не один, безумовый. Вполне возможно, что если бы не было короны и прилетели бы зарубежные команды, то у нас сейчас вместо 23 команд, которые здесь на берегу, было бы около 30 команд, да, то есть, это уже, как и ожидается, это, в принципе, очень круто, и посмотрите, кубок был огромен, да, некоторые боятся еще идти на 5-дневный турнир, это тяжело и финансово, и по работе, и с семьей, но кубок был просто забит, да, то есть, как бы, было очень много команд, уже на Блиц записалось много, вот, поэтому я думаю, что это все только будет развиваться и продвигаться, и это будет только нам, всем в пользу и хорошо. Я у них ворую время, вы давайте, отвечайте ему на вопросы, вы в прямом эфире. Я бы спросил мнение, это сектор, губины, цепы. Да, и вообще, один из них уже должен, по-моему, пойти кормить, но это так, мне кажется. Ты не один, все втроем должны пойти кормить. Хороший сектор, жаловаться не на что, надо работать, надо из него извлечь, по-моему, не больше, чем есть. Мешают, но не так сильно. Я должен сказать, что эта команда, многие они их это, но они как бы деревянные призеры многих-многих турниров, им очень часто не хватает, буквально чуть-чуть, и я надеюсь, что в этом турнире они сбросят в себя эту, так сказать, пакость, как деревянные призеры, и войдут в настоящие призеры. А для этого, я думаю, что им надо кормить. Спасибо, Рома! Спасибо. Вова, Файна, нас спрашивает, кто научит, как ловить рыбу? Горка, я скоро приеду. Ты попал, теперь едет Рома. Спасибо, ребята, спасибо всем, кто смотрел. Всем привет, всем командам привет от команды Бинга. Все, Бинга, пошли работать дальше, пошли кормить. Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо, Рома. Субтитры подогнал «Симон»